Вся Казань закружилась в танце. В Кремдле исполнили вальс победы. Униклиника Казанского университета заняла первое место за высококлассное оказание помощи. КФУ исследуют останки из безымянных захоронений. Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Зарина Ахмадулина. В Министерстве образования и науки Республики Татарстан состоялась торжественная церемония вручения сертификатов победителям конкурса на соискание грантов президента Российской Федерации. Получателями грантов стали 13 представителей ведущих организаций научно-образовательного комплекса региона. Пять из них – молодые ученые КФУ. В частности, были отмечены научные проекты Айрата Камалудзинова, Ксении Королевой, Ларомана Лавренова, Альберта Резванова и Гульнур Фахрулиной. Гранты присуждаются в рамках реализации указа президента Российской Федерации в размере 600 тысяч рублей молодым ученым-кандидатам наук и 1 миллион рублей молодым ученым-докторам наук. В едином танце закружились сегодня сотни человек в Казани. В Кремле исполнили вальс победы. Кто вышел танцевать, увидела Елизавета Никитина. Несмотря на холодную и ветреную погоду, сотни ребят собрались на площади перед мечетик Ул-Шариф. Именно здесь прошел ежегодный республиканский массовый флешмоб вальс победы под живую музыку. Я искренне всех нас поздравляю с этим наступающим великим праздником, праздником победы. Я как внук участника Великой Отечественной войны желаю вам всем, вашим родителям, вашим бабушкам, дедушкам и вам здоровья, счастья, мирного неба. Давайте, ребята, помните этот праздник и вам огромное спасибо за то, что вы откликнулись на этом мероприятии, события. Это очень важно и для нас, и для вас. Несколько недель подготовки, репетиции и генеральный прогон уже на самой площадке. Все это для того, чтобы пару минут станцевать тот самый вальс победы. Участниками мероприятия стали 300 волонтеров, это 150 пар. Школьники и студенты-активисты добровольческих патриотических отрядов исполнили танец в память о подвиге советского народа. От Казанского федерального университета участие приняли две пары. У нас было несколько репетиций, чтобы все это выучить, чтобы выстроиться правильно по линиям. Все-таки это довольно нелегко взять и научить более 200 человек танцевать синхронно одни и те же движения. Сложность была в том, чтобы не касаться друг друга, это во-первых, ну не наступать на ноги и тому подобное. И собрать весь коллектив. Зрителями импровизированного концерта стали случайные прохожие туристы. Следом за вальсом победы состоялся флешмоб «Мы помним». Елизавета Никитина, Александр Кузнецов, Универ-Ньюс. Гинекологическое отделение университетской клиники КФУ признано лучшим по версии Марс. Подробнее смотрите в сюжете нашего корреспондента. Университетская клиника Казанского федерального университета стала победителем конкурса «Лучшая медицинская организация акушерско-гинекологического профиля по Волжского федерального округа по версии Марс». Конкурс проходил в один этап. Результаты были озвучены, исходя из просмотра статистических данных гинекологического отделения, а после начисления 39 баллов из 40 представленных. Диплом вручили в рамках работы 8-го общероссийского конгресса «Репродуктивный потенциал России. Казанские чтения». Этот конкурс впервые я услышала и впервые его реализовала. Вот исходя как раз из этих результатов. Ну, там стандартные были наши результаты, то есть те, которые мы представляем в статистических отчетах, это количество леопароскопических операций. Не секрет, что сейчас малоинвазивным методикам уделяется большое внимание, то есть это сокращает средний койкодень, это лучшая реабилитация пациенток после леопароскопической операции. Преимущество отдается сейчас им, и у нас их достаточно большой процент. Гинекологическое отделение униклиники КФУ неспроста признано лучшим. Оно развернуто на 60 койк, оказывает все виды услуг женщин с гинекологическими заболеваниями. Университетская клиника работает в системе госгарантии. Согласно программе ОМС, все оперативные вмешательства проводятся на бесплатной основе. Врачи гинекологического отделения разрабатывают индивидуальные программы лечения, обеспечивая преемственность на всех этапах. Однажды, посетив женскую консультацию и получив лечение в гинекологических отделениях, пациентка впоследствии может стать мамой в родильном доме клиники, а затем и пройти послеродовую реабилитацию, прорабатывать со специалистом вопросы контрацепции и планирования родов. По поводу миомы матки у нас самые хорошие предложения и результаты. Мы занимаемся миомой матки, ну, как все акушеры-гинекологи, на протяжении всей своей профессиональной деятельности. Но особенностью нашего отделения является то, что мы в течение длительного времени, и больше всех в Республике Тарстан, занимаемся именно эмбилизацией маточной артерии, то есть это органно-сохраняющая методика, которая позволяет малоинвазимым доступам, применяя высокотехнологичные методики, справиться с этим заболеванием. Стоит отметить, что в клинике Казанского федерального университета комплексно решаются проблемы женского здоровья. В состав Центра акушерства и гинекологии входит женская консультация, гинекологическое отделение и даже родильный дом. Для консультации определение необходимости в госпитализации при себе иметь паспорт, полис, страховое свидетельство и направление с места жительства на консультацию. Карина Саяхова, Александр Кузнецов, Универньюс. На базе научной лаборатории Казанского федерального университета был создан пилотный проект для исследования останков солдат из безымянных захоронений. Все подробности в нашем сюжете. Из года в год новостная лента пополняется известиями об обнаружении безымянных захоронений. Установить личности погибших зачастую просто невозможно. Документы и какие-либо опознавательные знаки в могиле – большая редкость. В случае анализа, допустим, игрокомосомы, можно провести такой глобальный поиск по мировой базе данных, поскольку очень, скажем так, интерес давно возник за рубежом в плане определения именно родственных связей. И все это, естественно, вышло из направления криминалистики. Их имена канули в лету. Около 5,5 миллионов фронтовиков со времен Великой Отечественной войны и по сей день считаются пропавшими без вести. И, казалось бы, этот статус уже ничто не сможет изменить. Однако современная наука способна на многое. Спустя 77 лет герой безымянных могил появится на страницах истории. Проект ДНК-идентификации по своей сути является уникальным. Хотя идея исследования и зародилась еще в начале 2000-х, ранее никто не занимался подобными исследованиями массово. По инициативе Александра Коноплева, председателя регионального отделения поискового движения России в Республике Татарстан, на базе научной лаборатории Казанского федерального университета был создан пилотный проект для исследования останков солдат из безымянных захоронений Ленинградской области. Те бойцы, которые не опознаны, соответственно, по родственникам ныне живущим можно было провести их идентификацию. Допустим, если нет никаких опознавательных знаков у бойцов, то можно по ДНК, соответственно, если есть живые родственники, соответственно, можно провести спокойно, скажем так, генетическое опознание. И уже спокойно с честью, с почестями, с доблестью перезахоронить. Работа над проектом началась еще в декабре 2021 года. Сейчас сотрудники лаборатории занимаются исследованием в свободное от основной работы время. По окончании проекта планируется открытие лаборатории, которая будет специализироваться на ДНК-идентификации. Маргарита Михайлова, Фариз Ахит Аглы, Универньюс. В 2022 году исполняется 77 лет победы в Великой Отечественной войне. О том, какой вклад внес Казанский федеральный университет в победу, далее в сюжете. 1941 год. Самое начало Великой Отечественной войны. В Казань в срочном порядке эвакуировали Академию наук СССР. Перед Казанским университетом, в том числе принявшим столичных академиков, поставили задачу направить все усилия на военные нужды страны. На этом фоне одним из наиболее ярких открытий становится разработка твердого топлива для реактивной артиллерийской установки «Катюша» профессором Юлием Харитоном. Профессор Харитон, специалист по теории взрывчатых веществ, был учеником выдающихся мировых физиков Резерфорда, Иофия и других. После эвакуации Института химической физики из Ленинграда в Казань он перерывал исследования по созданию ядерного оружия и занялся проблемами горения и детонации пороха в снарядах. В 1943 году ракетные установки «Катюша» начали использовать именно эти снаряды. «Катюши» не обладали высокой точностью, но накрывали сразу большую площадь. Здесь и сыграла свою роль модернизация осколочно-фугасных снарядов Юлия Харитона. Профессор смог соблюсти баланс поражающей силы между возникающим взрывным эффектом и количеством осколков, что позволило советской военной промышленности выбиться в лидеры на мировой арене. Веста Хобер, Универньюз. 9 мая на центральных улицах Казани состоится шествие бессмертного полка. К традиционной акции, посвященной Дню Победы, присоединится и Казанский федеральный университет. Сбор участников акции от Казанского федерального университета начнется в 15.00 перед КСК КФУ «Уникс». На этом все. В студии была Зарина Ахмадулина. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!